Приветствую всех! Сегодня поговорим о зданиях эпохи конструктивизма в Алмате. Их несколько, не каждая по-своему интересна. Каждая находится сегодня в разном состоянии. Сейчас все расскажу. И многие из них имеют свои интересные истории и связаны с великими архитектурными именами. Посмотрим особенности строений, что очень ценно. Первоначальные, оригинальные материалы до сих пор сохранились. Интересная эпоха, очень интересная эпоха конструктивизма. Она связана с обновлением жизни, с новыми формами, с преодолением академизма. Я расскажу про несколько зданий. Это не рейтинг, ни одно из них я не скажу хуже другого или одно лучше другого. Я думаю, что вы скажете это сами и напишите в комментариях. Я буду очень признательна, будет интересно пообщаться в комментариях. Сейчас все расскажу, посмотрим. Здание главпочтамта было построено в 1934 году по проекту архитектора Гиттсбурга. Башня с курантами пристроена к главпочтамту в начале 60-х годов. В рамках проекта по переносу столицы из Казаларды в Алмату, в этом месте Алматы стали строиться правительственные здания. Одно из первых было здание главпочтамта. 1934 год строительства началось в 1928, по другим версиям в 1931, закончилось в 1934. Входная группа полностью реконструирована, ее не узнать. Ну, даже это можно назвать ремонтом. Стиль дома связи или главпочтамта характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. Все по классике конструктивизма. При строительстве в основном использовали бетон и железобетон. Простые геометрические линии. Мы видим отсутствие украшений и декора. Характерные ленточные окна. Здание дома связи пережило несколько реконструкций. Изменены окна, кровля. Сейчас на фасаде, к сожалению, мы видим кондиционеры. Первоначальный цвет здания был серый, сегодня он желтый. Закругленный лаконичный эркер в угловой части здания. Конструктивизм полностью отрицает старые формы. Нагрузка в здание конструктивизма распределяется не на стены, а на колонны и каркас. Зайдем внутрь здания. Внутри мы видим, что оригинальный интерьер не сохранился. Мы можем проследить рисунок колонн. Остановлюсь на авторе здания, архитекторе Моисея Гинсбурге. Его называют отцом конструктивизма. Биография его яркая и примечательная. Он родился в 1892 году в Минске, учился в Парижской академии изящных искусств, архитектурной школе в Тулузе и Миланской академии художеств. В 1914 году продолжил учиться в Рижском политехническом институте. Его первая работа – особняк в стиле модерн в Евпатории. После революции Гинсбург жил в Крыму, где изучал религиозную и светскую архитектуру крымских татар, в частности, мастера Умера. В Москве преподавал во Вхутемасе, разрабатывал вопросы архитектурной композиции. И, конечно, Гинсбург – это и теоретик эпохи конструктивизма. Он автор книги «Стиль и эпоха». В этой книге он прогнозировал пути развития современной архитектуры, ее связь с техническим прогрессом, социальными изменениями. Эти его работы во многом способствовали созданию теоретической основы конструктивизма, который вскоре оформился как самостоятельное архитектурное направление. Это памятник архитектуры городского значения. Сейчас посмотрим на эту башню, где как раз видна функциональная часть, характерная для конструктивизма, лестница внутри такой круглой башни. Продолжение следует... Здесь здание соединено переходом с более поздней постройкой начала 60-х годов, где находятся часы всем известные, куранты. Пристройка вместе с часами главпочтамту перешла от главпочтамта к зданию консерватории. Куранты были запущены в 63-м году. У главпочтамта назначались романтические встречи. Позднее новый корпус с курантами был передан консерватории имени Курмангазы. Это соседнее здание. В 2003-м отреставрированные часы были вновь запущены в День города в присутствии тогдашнего мэра Виктора Храпунова. Запуск часов сопровождался открытием выставки с показом архивных фотографий, истории этого здания. Реконструкция была произведена за счет КАЗ Коммерцбанк, обошлась в 4,5 миллиона тенге. В 2006-м году в здании, к сожалению, произошел пожар, пострадали помещения на втором этаже. Сейчас здесь по-прежнему располагается здание КАЗ Почты, Алматинское отделение. После реставрации здесь также продолжало располагаться главное городское отделение почты и дирекция корпоративных продаж КАЗ Почты. В 1979-м году еще при советской власти было принято решение Исполнительного комитета Алматинского горсовета народных депутатов об утверждении списка памятников истории и культуры города Алматы, и в нем был указан Дом связи. Соавторами Гинзбурга по проекту Дома связи в Алматы были архитекторы братья Пантелеймон и Илья Голосовы. Они не стояли у истоков нового стиля, но во второй половине 20-х годов были наиболее удачливыми интерпретаторами художественно-стилистических приемов конструктивизма. Памятник местного значения. Мне кажется, низковатый статус для такого сооружения. Интересно узнать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Смотрите, очень характерный элемент конструктивизма. Лестница внутри башни. Мы находимся возле университета имени Жургенова, университета искусств. Это первый дом правительства, это бывшее здание Дома правительства Казахской ССР, здание конструктивизма. С этой стороны, как раз с непарадного фасада, с неглавного фасада, очень хорошо пронаблюдать, как сохранились здесь элементы конструктивизма. Сейчас посмотрим. Стеклоблок, похоже, что оригинальный. Мы видели, что, как и в случае с главпочтамтом, оригинальные оконные переплеты утрачены. У этих зданий поставлены современные, которые, в отличие от деревянных, которые когда-то здесь были, не так гибко подстраиваются под плавные линии фасадов. Но, тем не менее, в этом здании мы видим, что конструктивисты разделили на объемы каждую функцию здания и связали их. В этом стиле очень мало декоративных украшений, никаких колонн и капителей, простые аскетичные формы. Считается, что в тот период денег у государства было мало, бюджет был ограничен, и архитекторы не могли сделать что-то грандиозное, искали более простые демократические формы. Здание входит в список 100 шедевров советского архитектурного авангарда. В 1927 году в СССР объявили конкурс на постройку Дома правительства Казахстана. Победил проект Гинзбурга. Сооружение было построено при участии другого советского архитектора, Игнатия Милиниса. Надо сказать, что Гинзбург и Милинис – авторы Дома Наркомфина в Москве, шедевра мировой архитектуры. С 80-х годов дом находился в аварийном состоянии, был трижды включен в список 100 главных зданий мира, которым грозит уничтожение. Сейчас Дом Наркомфина реставрирован, является памятником архитектуры и жилым домом. В нем воплощены все принципы великого архитектора Ле Корбюзье. Он тоже участвовал в конкурсе на проект здания правительства Казахской ССР, но победил в конкурсе Гинзбург. Ле Корбюзье сформулировал свой кодекс архитектора – пять отправных точек современной архитектуры, где были определены основные принципы нового стиля. Он рассматривал архитектуру как воплощение внутренней идеи объекта. Если мы посмотрим на здание Дома правительства, а ныне Казахской Национальной Академии Искусств, то и тут мы найдем пять отправных точек архитектуры Ле Корбюзье – концепцию архитектуры нового времени. Столбы-опоры. Дом приподнят над землей на железобетонных столбах. Плоская крыша-терраса. Место традиционной наклонной крыши. Свободная планировка. Поскольку стены больше не являются несущими, внутреннее пространство полностью от них освобождается, и внутреннюю планировку можно организовать с гораздо большей эффективностью. Ленточное остекление. Окна можно сделать практически любой величины и конфигурации, в том числе свободно протянуть их лентой вдоль всего фасада от угла до угла. Ну и свободный фасад. Опоры устанавливаются вне плоскости фасада, внутри дома, буквально у Корбюзье, свободно расположены внутри помещений. Наружные стены могут быть при этом из любого материала – легкого, хрупкого или прозрачного – и принимать любые формы. Это здание у Игурского театра, построенного изначально в стиле конструктивизма. Теперь оно выглядит вот так, но там, внизу, под этим фасадом трэш-ремонта, сохранился исторический облик здания. Здание имело многоступенчатый центральный полукруглый фасад. На центральный фасад выходил большой балкон. Два торцевых корпуса предназначались сначала для помещений клуба работников НКВД, а затем для нужд театра. Единственное, что осталось от прежнего облика здания – это круглые окошки, которые видны в верхней части фасада. Вот мы можем увидеть эти окна, вы видите, на верхнем этаже. Пресса неоднократно писала об этом здании под рубрикой «Снесите это немедленно». В результате этих реконструкций здание Уйгурьского театра лишилось статуса исторического памятника, хотя и сохранило свое назначение. Мы находимся у здания конструктивизма. Это бывшее здание КГБ. Сейчас здесь находятся офисы. Когда-то находилась галерея Умай. Сейчас посмотрим, как оно выглядит. Точнее, здесь, на бывшей улице, конечно же, Дзержинского, а ныне улице Наурсбай-Батыра, располагается комплекс зданий НКВД, МГБ, КГБ, Казахской ССР, или, как его называют, городок НКВД. Это административное здание. Оно имеет продолжение. Сейчас мы его увидим. Городок застраивался на протяжении нескольких лет и запечатлел в себе переход от авангардистской конструктивистской архитектуры к советской неоклассике. Здание НКВД построено в 1932 году. Согласно принятой точке зрения, оно было возведено по проекту московского архитектора Фридмана, но дополнительное изучение литературы позволило определить, как пишут некоторые издания, что авторами главного здания являются Владимир Кринский и Алексей Рухлядев. Проект был разработан в 1927-1928 годах, одновременно с разработкой проектов ансамбля Дома правительства. Тогда, до 1930-х годов, архитекторы не были привязаны к каким-либо проектным организациям и работали в частном порядке. Владимир Кринский был видной фигурой советского авангарда, преподавал во Вхутемасе, затем в Мархии и написал несколько учебников и пособий для архитекторов. Кринский учился в Высшем художественном училище при Императорской академии художеств. Он автор проекта «Городок художников». Это архитектурный комплекс, объект культурного наследия в Москве. История здания НКВД КГБ имеет мрачное прошлое. В 30-е здесь проводились пытки и расстрелы политзаключенных. Здесь, в следственном изоляторе, ожидали суда и студенты, участники демонстрации 1986 года в Алмате. О материалах, касающихся событий декабря 1986 года в Алмате, я рассказала в блоге про музей Алжир в Астане. В этом музее собраны фотографии и документы этого периода, а также документы о голоде в Казахстане. Ссылку на видео я оставила в описании. В 2003 году на первых двух этажах открылся музей памяти репрессированных, который проработал всего пару лет. В 2005 году здание было приватизировано и пока неизвестно, что с ним будет. Здесь были клетки для собак, которыми травили заключенных, и крематорий. В здании НКВД с 25 февраля по 15 марта 1938 года был расстрелян 641 человек. Это практически вся интеллигенция, тогда еще Казахская ССР, Сакен Сифулин, Тимирбек Жургенов, имя которого носит Академия искусств, о которой я говорила раньше в разделе о здании правительства Казахской ССР, Ильяс Джонсугуров и другие представители интеллигенции. Это время связано с секретарем Казахского краекома ВКПБ Филиппом Голощокиным, настоящее имя и отчество Шая Ицикович. Это один из организаторов расстрела царской семьи и один из главных виновников Голодомора в Казахстане в 1932-1933 годах. Голощокиный сам попал под репрессии и был расстрелян 28 октября 1941 года. Вот мы видим жилой дом работников НКВД, практически здесь не было реконструкции, здания сохранили первозданный вид, это многоквартирные жилые дома. Эпоха конструктивизма связана с тяжелыми страницами в истории нашей страны, и не случайно в сквере напротив НКВД находится памятник жертвам Голодомора в Казахстане. Об этом старом сквере и комплексе зданий НКВД я рассказывала в связи с биографией писателя Юрия Домбровского. Он отразил эту часть города в своем романе «Факультет ненужных вещей». Видео можно посмотреть по ссылке в описании. Сейчас я нахожусь у памятника жертвам Голодомора 1931-1933 годов. Он установлен здесь же в Сосновом парке, напротив бывшего здания КГБ. Историк Абжанов, директор Института истории и этнологии имени Валиханова, считает, что голод унес жизни не менее 4 миллионов казахов. Одна шестая часть коренного населения навсегда покинула историческую родину. Из 6,5 миллионов казахов 1911 года, которые составляли 82% населения, к 1939 году остались всего 2,3 миллиона, и их удельный вес в составе населения республики упал до 38%. Век конструктивизма был недолог, его сменил сталинский неоклассицизм или сталинский ампир. Об этом периоде и знаковых сооружениях Алматы я, надеюсь, расскажу в своем блоге, кое-что уже сняла. А вот идеи Ле Корбюзье продолжали жить и создавать новые облики городов. Жилой комплекс в Берлине, Национальный музей западного искусства в Токио, Дворец ассамблеев Чандиграхи, Индия. Такими стали и наши города в 60-е и 80-е годы XX века. Дилемма памятников эпохи конструктивизма, мрачная история и передовая архитектура. Как к этому относиться? Интересно. Давайте пообщаемся в комментариях, мне будет любопытно узнать ваше мнение. Ну и до новых встреч на канале Асельблог. Асельблог